В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! После них хоть потоп. Итак, к вашему вниманию я вновь хочу представить ЖКХ-блокбастер с элементами триллера. Главной роли в этой антиутопии достали жителям Хрущевки, которые в одиночку пытаются бороться с выпавшими на их долю мытарствами, но пока справляются не очень. Управляющая компания «Васка», которая должна была бы обеспечить здесь светлое коммунальное настоящее, этот дом и ранее вниманием не баловала. Теперь же, после того, как первая попытка этой конторы получить лицензию, закончилась для нее оглушительным разочарованием и вовсе, похоже, позабыла о своих обязанностях, кроме одной – сбора квартплаты. Ну что ж, придется доходчиво напомнить. Пятиэтажка, о которой я веду речь, ее официальный адрес – конный проезд, дом 2, расположилась на окраине города, еще в советские годы прозванной народной молвой негритянским поселком. Неполиткаретным названием эти места обязаны асфальтовому заводу, из-за которого воздух здесь был когда-то сильно задымлен, а снег отливал серым налетом. Завод данным давно закрылся. Поселок, когда его в 70-е застраивали хрущевками, пытались переименовать в Звездный. Дома эти относились к прогрессу, но пафосное название не смогло вытеснить меткого народного топонима. С тех пор так и живут, оттачивая навыки экстремального бытия. То уворачиваются от камнепада с разрушающихся подъездных козырьков. Глыба прям падает с козырька. Ладно, еще в сторону. А ребенок шел, ему так вот поцарапало все лицо. То приспосабливают всякий хлам для общественно полезных целей. Вот эта фанера с по-детски трогательной просьбой не просто так здесь лежит. У нее высшее предназначение – спасти фундамент дома. Если убрать это, все в подвал. Там вон, смотрите, что там. У нас есть приямок. И туда все течет. Не надо, а то будет все течь. Вот нашла вот этот лист и написала, лист не трогать. Вот текет вода. Она все стекает и все. Ну, вы видите, что? Блок рушится. Рушится блок. Видите, что? Один, второй. Идешь на голову, уже падает все. Ну, это же невозможно. Вода здесь камень точит уже два года. И все это время коммунальщики ВАСКО в ответ на жалобу убеждают жителей глазам своим не верить. Вот, прочитайте, что нам ВАСКО ответила. ВАСКО нам ответил, что все сделали. Что все сделали. Вы видите, что делается. Там вообще ничего не сделано. Ну, там ничего не сделано. Ремонтные работы в водосточных труб произведены. Вот, пожалуйста. Калашников, генеральный директор, с его подписой. У нас отписка была, что у нас произведено на 600 тысяч ремонт. Да, ремонт. Интересно, куда же на самом деле утекли эти немаленькие деньги? Все, как в школьной задачке. Вода течет из двух труб, но только не в бассейн, а в подвал. Канализационные стоки, вместо того, чтобы уходить туда, куда им положено, скапливаются здесь. Запах с ног сбивающий, удушающий, глаза режущий. Какой эпитет не подбери, все кажется бледным сравнением. Дышать вообще лучше, дышать лучше. Подставляющий каждый раз встаешь головой, понимаете? Мы как котята падаем до музея. А вот через месяц начинаются бешеные комары. Представляете, у нас комары. Мы ничем не можем все лето. Комары сейчас идут еще более-менее, а вот через месяц прям тьма комаров, ножки комары. Мы вообще здесь вот ничем, мы их не можем вывести. Откуда в подвале вода почти детектив? Жители убеждены, в потопе виноват их беспокойный сосед. Некто Сафаэл Джамбраила выкупил бывшее помещение почты и решил построить на первом этаже дома гостиницу. Что уж он там внутри намаркетанил с коммуникациями и перекрытиями неизвестно, но с тех пор подвал стал регулярно наполняться водой. А весь дом пошел трещинами. Вот, это уже больше началась трещина, это уже сильнее. У нас трещин не было, это вот только свежие пошли, а не только свежие. А это только начало. Чем выше этаж, тем заметнее разрушение, а ведь дом еще не старый, ему нет и сорока. Но против отбойного молотка мало какая хрущевка устоит. Что можно отбойным молотком? Только бетонная капитальная стена, правильно? Мы просто боимся, если он там сделал все эти перегородки, переделал. Вот наш дом сложится в гармошку, это три подъезда, 60 квартир, и нам никто ничего не даст, правильно? А он хозяин, как он нам говорит? Ну он вообще не суетесь ни в свое дело, в общем-то да, они даже не подпускают, я сколько раз подходила, ругала, скричала с балкона. Они даже не реагировали ни на что, и выходные, и суббота, и суббота, и суббота, и суббота, и вечера. Что хотят, то и делают. Да. Есть на это право. Мы, конечно, понимаем, может быть, да, гостиница хочет, но мы от этого не должны же страдать, правильно? Попасть внутрь гостиницы задачка не из простых, даже для инспекторов госжилинспекции, куда люди не разжаловались. Ответ один – собственника отсутствует, найти его невозможно. Вот, кажется, нам везет. Хозяин на месте. По крайней мере, в этой иномарке бдительные граждане опознают его машину. Но к нашим попыткам достучаться господин Джимбраилов остается глух. Нет, никто не откроет. Это бесполезно. Просто не скрывают. Да, они скрывают, значит, я еще скрывать. Если бы было, все нормально, они бы открыли. Сафаэл Джимбраилов – товарищ широко знаменитый в узких кругах. Именно его кафе «Тысяча и Одна ночи» рядом с площадью Кирова снесли прошлым летом. Обстановка в этой забегаловке, по словам жителей окрестных домов, была далека от восточной сказки. Алкоголь, драки, антисанитария. Да и внешний вид разливайки мало кого радовал. Когда в 2012 году началась реконструкция площади, Джимбраилову предложили добровольно покинуть территорию. Но бизнесмен просьбу проигнорировал и окопался в судах. Хотя договор аренды этой земли истек еще в 2006-м. Самарский областной суд в итоге постановил кафе снести. А Джимбраилов после этого затаил обиду на весь мир вообще и на журналистов в частности. Мы с журналистами одно разговаривали, а там показывали совсем другое. Может, вы были там? Нет, я там точно не была. Просто, если честно, я на эту тему не хочу. А почему? Чем-то я для них не сделал, все равно я нехороший. Хозяин гостиницы убеждает, ни к трещинам в доме, ни к залитому подвалу он никакого отношения не имеет. Ну, я говорю, это не может быть этого. А вы не сносили несущие стены? Да нет, 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 конечно. Ну, может быть, вы нам покажете, что вы не сносили никакие несущие стены? И мы всем покажем, и жители убедятся в том, что вы этого не делали? Ну, конечно. Ну, может быть, вы... Но в среду, во второй половине дня, нас вновь ждало предсказуемое разочарование. Абонент Джабраилов оказался временно недоступен, как и его негостеприимный мотель. Ну, приятно, что просто так вот окно открыто, значит, кто-то есть. Кто-то есть, но выходите, он не спешит. Ну, что ж, раз по-хорошему не удалось договориться, придется идти другим путем. Депутат Гордумы Николай Митрянин, чья общественная приемная буквально через стенку от гостиницы признается, у него к Джабраилову тоже накопилось немало вопросов. Нам тоже было не совсем удобно работать, когда за стенкой все время работает какая-нибудь дрель там и что-то шумит. Но запретить мы его не могли. Вот такой простой вопрос. Вот посмотрите, вот, допустим, вот эта дорога, да, она же по газону. Ведь вот собственник сделал, допустим, вот, он не отремонтировал вот этот вот подход там, себе площадочку для того, чтобы... Он что, предполагает, что все машины будут вот здесь заезжать, сюда, да? Ведь они же будут гостей привозить. Что же он, себе гостиницу, а нам проблемы с дорогами, что ли? Этот конфликт между жителями и коммерсантом, увы, не исключение, а скорее правило, считает Николай Митрянин. На мой взгляд, на мой взгляд, вот, тенденция наметилась, все первые этажи занимают. Согласитесь, что нужно как-то увязывать все-таки с людьми, которые в этом доме проживают. То есть все собственники имеют как бы равные права. Но вот, скажем, владельцы магазинов часто конфликтуют с остальными. Почему? Это по поводу вот общих систем, электрическое снабжение, водоснабжение, канализации и другие. Они же конфликтуют в какой-то мере. Вот здесь конфликт, он налицо, да? Виноват он в этом, не на этот вопрос. Его нужно как бы до конца разобраться. Но этот конфликт как таковой есть. Эти трещины могут быть и связаны с гостиницей, могут и не связаны быть с гостиницей. Давайте я сделаю все из вашего обращения соответствующие запросы в горжин инспекцию, которые проверят эту ситуацию, дадут нам официальное заключение. Отчего эти трещины? Что касается вопросов канализации, то управляющая компания, как бы вот они сегодня подъедут, ответ нам дадут. Мы неоднократно с ним по этим вопросам разговаривали. И они заверяют, что этот подвал в этой части сейчас сухой и чистый. Вот сейчас как раз мы эти вопросы им и зададим, когда они приедут с вами. Но запланированное рандеву в залитой фекалиями подвал вместе с представителем ВАСКО, увы, отменилось. Ну что ж, люди занятые. Понимаю. Чтобы задать вопросы, едем в офис. Поначалу казалось не зря. Исполнительный директор Алексей Илюшин заверяет, эта злосчастная гостиница давно у него на заметке, поскольку Джим Браилов не хочет заключать договор с управляющей компанией. О трещинах в доме и затопленном подвале топ-менеджер тоже в курсе. И давно разработал план действий. Мы обследование-то делали уже. Подготовим сейчас письмо департамент строительства, потому что разрешающие документы на прямопланировку дает департамент строительства, чтобы они проверили данное помещение. Можно заказать техническую экспертизу, в результате, из-за чего произошла вот эта трещина. Тут же сходу исполнительный директор ВАСК обещает решить и все остальные беды дома. Мы планируем завтра поставить туда уже откачку, эту помпу туда поставить, и в течение суток двое. Потом обработываем, чтобы запах такого не был. У нас сегодня 7-е же числа. Грубо говоря, там 14-го числа железно будет там стоять, уже отремонтировано, все будет сделано. Конечно, будет это раньше сделано, но я беру с небольшим запасом. Ну и как после этого верить людям? Намеренно этот материал не выдавала в эфир, чтобы проверить, насколько можно доверять честным глазам коммунальщика. Еще и фору дала. Но эти кадры красноречивей любых слов. Понятно, что апрель был не лучшим месяцем в истории ВАСКО. Лицензионная комиссия дала им отворот-поворот. Сами виноваты не раскрыли информацию в полном объеме. Видимо, надеюсь, что прокатит и так не вышло. Теперь ВАСКО подали повторно заявку, и во всей этой суете им явно было не до жителей конного проезда 2. Хотя, как говорит председатель лицензионной комиссии Виктор Часовских, никто с этой компанией обязанности по обслуживанию домов не снимал. Жителям же многострадальной хрущевки он посоветовал еще раз обратиться в госжилинспекцию. Сейчас как раз самое время. В любом случае им надо случаться в государственную жилищную инспекцию на нарушение, если управляющая компания не выполняет какие-то требования, которые должна выполнять. И это просто будет учитываться при рассмотрении повторного заявления. То есть после того, как она не получила лицензию, если она не будет исправлять эти все дела, то, в принципе, это может негативно повлиять уже на рассмотрение второй раз заявления о выдаче лицензии. Лицензионный контроль подразумевает, если не исполнено предписание государственной жилищной инспекции, и таких предписаний два в течение года, то этот дом изымается из реестра управляющей компании. То есть он отбирается, этот дом. Что же касается мутной истории с гостиницей господина Джамбраилова, который то ли сносил несущие перегородки, то ли нет, то в ней должен разбираться, по мнению Виктора Часовских, департамент строительства архитектуры. Куда жителям лучше самим обратиться, а то пока это соберутся сделать сотрудники ВАЗ, дом и впрямь развалится. Кстати, эту передачу тоже прошу считать официальным обращением в обе контролирующие структуры. Надеюсь, что и ГОЖИЛ, инспекция, и департамент строительства не будут тянуть с ответа. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова